Здравствуйте, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Сегодня утром, 23 апреля. В сети появилась видеозапись того, как ракеты Хаймерса уничтожают радиолокационную станцию к батарее С-300 или С-400 России. На ваших экранах это как раз видео прилета этих ракет. Что интересно, это уже второе такое видео за последние несколько дней. Дело в том, что в субботу было опубликовано еще одно видео того, как опять же ракеты Хаймерса поражают радиолокационную станцию к другой батарее типа С-300 и С-400. При этом на этом же видео уничтожается еще и пункт управления к этой батарее. Итак, перед нами введение строя двух стратегических батарей ПВО России. Очевидно, что в данном случае использованы были модернизированные ракеты. Ракеты с вольфрамовыми шариками. Они используются тогда, когда нужно не уничтожить объект, а нужно именно что вывести его из строя. Шарики прошивают любые легко бронированные цели, а уж тем более гарантированно выводят из строя такие вот высокочувствительные компоненты, как та же радиолокационная станция. Ей много не надо, достаточно просто условно говоря поцарапать. А уж когда в нее летят тысячи и тысячи вот таких вот вольфрамовых шариков, компоненты гарантированно вводятся из строя. Если уничтожается РЛС, а тем более, если уничтожается пункт управления, то соответствующие батареи слепнут. Вы не можете воевать, если у вас выколоты глаза, а тем более, если вам оторвало голову. То есть, зенитные установки в таких батареях, у которых нет РЛС и пункта управления, это просто-напросто хлам, который нужно уводить с поля боя. Стоимость каждой такой батареи до миллиарда долларов. Россия только что потеряла фактически оборудование на 2 миллиарда долларов. Разные источники называют разные батареи. Говорят, что или это С-300В4, или С-400 в данном случае на видео. Ну, а точнее говоря, компоненты к этим системам. Ну, как бы то ни было, и та, и другая батареи являются батареями именно оперативно-стратегического значения, потому что их задача прикрывать важные военные и административные объекты противника в его глубоких тылах, не на передовой. Это не то, что потерять даже какой-нибудь ЗРК ОСА или даже какой-нибудь БУК. Нет. Это означает серьезно обнажить свои стратегические ПВО. Таким образом, уже в ближайшее время мы можем увидеть то, как украинцы все более эффективно наносят удары именно, что по важным военным и гражданским инфраструктурным объектам врага на оккупированных территориях. Учитывая, что уже скоро в украинскую армию пойдет все больше и больше американской военной помощи, это очень плохие новости для противника. Но нужно понимать и то, что сама по себе вот такая систематическая атака и причем успешная атака на российские РЛС передового уровня, это тревожный звоночек для россиян. Ведь на самом деле это означает, что их С-300 и С-400 на самом деле не способны бороться с американскими ракетами. Ракетами, надо сказать, прошлого поколения. Да, это довольно серьезное вооружение, конечно. Все это ракеты баллистического типа. То есть вот эти вот GMLRS на 80 километров, которые поражают на этих двух видео РЛС и командный пункт. Это да, баллистика. Летят они со скоростью два с половиной маха, то есть 850 метров в секунду по баллистической траектории. Но, тем не менее, мы же знаем, что и модернизированные С-300 типа В-4 и тем более С-400 Триумф официально, согласно российской документации, могут бороться с баллистическими ракетами. Но мы видим, что каждый раз они терпят фиаско. Во-первых, вот в этих двух случаях против американских GMLRS, а во-вторых, в случае с ракетами ЭТЭКМС, которые в количестве 10 штук полностью уничтожили целую базу ПВО батареи С-400 в Джанкуе. Три случая только за последние несколько дней и только в Украине. А ведь есть еще случаи с Ираном. Я имею в виду вот ту операцию, которую несколько дней назад провели израильские F-35. Они зашли в глубину иранской территории, будучи, кстати, незамеченными, запустили оттуда, опять же, баллистическую противорадиолокационную ракету собственного производства Рэмпэйдж. Эта Рэмпэйдж поразила РЛС модернизированной системой российского производства С-300 ПМУ-2, после чего F-35 ушли также незаметно. А иранцы, соответственно, не увидели изначально полет вот этой самой баллистической ракеты Рэмпэйдж. Таким образом, это уже, по сути, четыре случая за последнюю неделю, когда российский РЛС, причем РЛС именно к модернизированным и передовым системам ПВО терпят фиаско перед западными баллистическими ракетами. Что же происходит? Возможно, это изначальные инженерные недоработки, то есть все эти РЛС, этим так называемым передовым ПВО куда хуже по факту, нежели по документам. Это вполне естественное дело для России, потому что, как известно, российские генералы и российские инженеры годами и десятилетиями втюхивали наивному российскому руководству, в том числе нынешнему российскому тирану Владимиру Путину, проекты о вундервафлях. Для чего? Для того, чтобы распилить деньги на этих вундервафлях. Потому что никто не планировал реально воевать с НАТО. Планировали пилить деньги под замечательные рассказы про гипероружие. Но, с другой стороны, здесь и украинцы со своими западными партнерами получили какие-то ключики к российским РЛС. Может быть, повысилось и качество украинской разведки. Опять же, вероятно, при поддержке американцев. У которых, кстати, я напомню, сейчас активно формируется новейшая спутниковая разведывательная группировка под названием «Старшилд». Не исключено, что сейчас «Старшилд» помогают украинским «ЖМЛРС» и «ЭТЭКОМС» бить по российским ПВО. Вероятно, перед нами еще и повышение качества взаимодействия между разными украинскими подразделениями. Я имею в виду, с одной стороны, подразделения разведки, которые должны выявлять те или иные объекты, вот такие, как ПВО. А, с другой стороны, конечно, это ударные подразделения. И, на самом деле, недостаточно просто обнаружить тот или иной объект. Нужно быстро передать соответствующую информацию ударным подразделениям, а они уже должны наносить и поражение. Очевидно, что между выявлением ПВО, а точнее РЛС к этим ПВО и поражением этих РЛС прошло очень немного времени. Это еще и репутационное поражение российского оружия, потому что теперь весь мир увидел, что С-300 и С-400 — это отнюдь не абсолютное оружие, каким его пыталась представить Россия, рассказывая, как С-300 и тем более С-400 являются, по сути, непрошибаемым щитом против американских ракет. Все как раз наоборот. Это американские Патриот оказались непрошибаемым щитом против российских ракет, в том числе так называемых гиперзвуковых. А тут, получается, обычные JMLRS к Хаймерсам уничтожают российский РЛС. РЛС — это вообще самая важная компонента в любой батарее. И, естественно, что именно на РЛС изначально ложится первая задача именно по выявлению, по сопровождению цели, а уже во вторую очередь играет роль ракета, то есть ее двигатель, ее маневренность и так далее. Так вот, оказывается, что именно российский РЛС — это слабое звено в российских ПО. Это очень плохая новость для России, потому что вопросы по ракетам, по их двигателям, по маневренности еще можно быстро изменить. А вот быстро поменять саму архитектуру РЛС не так просто. Я уже не говорю про то, что, конечно, компенсировать выпадающий РЛС и выпадающий командный пункт к соответствующей батарее россиянам будет очень непросто. Это крайне дорогостоящее оборудование. Это высокотехнологичное оборудование. Это оборудование, состоящее из высокотехнологичных компонентов. Как их провозить в условиях санкции — это отдельный квест. Да, пока что россияне с этим квестом справляются. Но уже сейчас заметен рост стоимости до 60% на компоненты, которые Россия тащит через параллельный импорт. Потому что она вынуждена очень серьезно переплачивать за этот самый параллельный импорт, ибо на этом параллельном импорте навариваются все, кто только может. Но самая большая проблема для России заключается в том, что для нее начинают постепенно закрываться, собственно говоря, вот эти самые обходные санкционные пути. Вот в Турции, например, этот путь практически полностью закрылся. Но теперь, похоже, угроза нависла непосредственно над главным союзником России, над Китаем. Сейчас Соединенные Штаты уже открыто угрожают Китаю введению масштабных санкций против крупнейших банков в случае, если Китай не прекратит поставлять России вот те самые товары двойного назначения, за счет которых и держится российская военная машина, и без которых Россия и месяца не смогла бы вести эту войну. Потому что компоненты и станки для производства военного оборудования Россия получают именно от Китая. И вот госсекретарь США Энтони Блинкен, согласно газете The Wall Street Journal, сейчас отправится в Китай для того, чтобы сделать КНР последнее китайское предупреждение. Или вы останавливаете поставки в Россию, или же против ваших крупнейших банков и других крупнейших предприятий будут введены санкции. А это для Китая, разумеется, самая настоящая гильотина. Ибо без торговли с Соединенными Штатами китайская экономика будет очень и очень быстро схлопываться. Ну и применят ли Соединенные Штаты этот ядерный удар в финансовом мире против Китая, мы еще посмотрим. Но я думаю, что администрация Джо Байдена сейчас настроена очень и очень серьезно. Она видит, к чему приводит на третий год войны недостаточная решительность. Недостаточная решительность приводит к тому, что украинцы остаются в очень критический для них час без необходимых вооружений. И именно поэтому мы видим, как прямо у нас на глазах администрация Байдена исправляет свои ошибки. И мы видим, как системы ATECMS, именно дальнего радиуса действия, то есть дальностью 300 километров, пришли в Украину до всякого анонса. И благодаря этому отчасти украинцы смогли застать врасплох врага, уничтожив его батарею С-400. Враг просто не знал, и не ждал того, что на его голову могут посыпаться именно эти баллистические ракеты с такой дальностью. И вот мы видим, как глава Сенатского комитета Конгресса США Марк Уорнер уже официально объявил о том, что будут дальнобойные ATECMS. Затем сам президент Украины Владимир Зеленский после разговора со своим американским коллегой Джо Байденом объявил о том, что вопрос по дальнобойным ATECMS на 300 километров уже решен. Вот уже политика говорит, что в ближайшие дни, как только сам этот законопроект, будет подписан Джо Байденом, пойдут пакеты помощи в украинскую армию от Пентагона в таком количестве, в котором никогда ранее не шли. И надо полагать, что это связано не только с тем, что и сам в целом законопроект предполагает рекордную помощь, более 60 миллиардов долларов, против 40 миллиардов, которая была согласована в мае 2022. Но здесь еще играет роль и тот факт, что за вот эти полгода, пока была остановлена американская военная помощь, у украинцев набралось огромное количество потребностей. Эти потребности нужно закрывать тем более срочно, что сейчас, как мы знаем, Россия давит по всему фронту, пользуясь вот тем окном возможностей и искусственно созданным дефицитом вооружений и снарядов УВС. Соответственно, в ближайшие недели, я полагаю, мы увидим пакеты на миллиарды и миллиарды долларов, в результате чего, по всей видимости, в течение месяца буквально Украина получит такой объем оборудования, которое она порой и за несколько месяцев ранее не получала. И, конечно, среди вот этого оборудования будут и вот те самые ракеты GMLRS и ATKMS. И, кстати говоря, сообщается о том, что многие из этих ракет и ATKMS и GMLRS будут именно кассетного типа. И понятно для чего, как для борьбы с пехотой, так и для борьбы с какими-то высокоценными активами России, в том числе с авиацией на аэродромах. Потому что авиация на аэродромах — это всегда точечные цели, по которым бесполезно пытаться ударить с помощью осколочно-фугасных частей. А вот кассетные, те же ATKMS, которые накрывают целые квадратные километры — это как раз самое то. И, возможно, одна из причин, почему в прошлый раз в Джанкой была уничтожена только батарея С-400, но не поражен сам аэродром, заключалась в том, что у украинцев появились, собственно, вот эти самые ракеты ATKMS с дальностью на 300 километров оригинальные, но у них не было, ибо закончились ракеты ATKMS с ограниченной дальностью на 160 километров, но с кассетными боеприпасами. Так вот теперь этот пробел будет восполнен. Ну и смотрите, что получается. Это очень плохая новость для России. Итак, ее РЛС к системам С-300 и С-400 терпят крах. Соответственно, батареи уходят с фронта. Соответственно, образуется огромный пробел в стратегической российской ПВО в дальних тылах. Соответственно, в эти самые пробелы начинают заходить одна за другой ракеты ATKMS и GMLRS с кассетными и обычными боевыми частями. Выносятся самые важные для России военно-стратегические и инфраструктурные объекты. Плюс будет это делаться, конечно, и с помощью ракет типа Storm Shadow и Scalp, ибо вот только что Британия объявила крупнейший пакет помощи для Украины за всю историю стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов. Это более 600 миллионов долларов. Туда войдут в том числе и вот те самые Storm Shadow. Всего будет Британии и Украине передано около 1600 ракет различного типа. Плюс вспоминаем и о Франции, которая сейчас ежемесячно поставляет Украине 50 ракет типа Scalp Storm Shadow. Ну и мы видели уже, как эти Storm Shadow и Scalp работают в последние дни и недели. В частности, мы увидели 13 апреля удар по командному пункту россиян в оккупированном Луганске, где в результате был уничтожен в том числе очень высокопоставленный командир. И таких ударов теперь, когда Россия начинает все с большей скоростью терять свои С-300 и С-400, соответственно, будет больше таких ударов. Больше ударов по командным пунктам, по складам с боеприпасами, по складам с топливом, по авиационной технике. Россия начнет постепенно терять, соответственно, свои тылы, свои логистические звенья, свои возможности работать в воздухе. Плюс начнут заходить патриоты с Европы. Всего вроде бы как. Европейцы так или иначе, ну готовы будут передать около 5-6-7 таких батарей. Некоторые из этих батарей наверняка будут блуждающими, то есть они будут нацелены на поражение вражеской авиации. Через месяц-полтора в Украину начнут заходить F-16, которые начнут постепенно зачищать небо не только от вражеских ракет, но и в первую очередь от вражеских самолетов, тем самым нивелируя главное преимущество в России, преимущество в авиационных бомбах, ну то есть в авиации. И вот тогда, друзья мои, мы с вами увидим истинное значение вот этих высокоточных ударов ракет Ахаймерса по системам С-300 и С-400. Вы увидите, что это на самом деле кирпичики того фундамента, на котором будут выстраиваться будущие украинские военные победы. А они, безусловно, будут. Враг может не надеяться на то, что ему удастся количеством задавить качество. Нет. На самом деле это психология прошлого или даже позапрошлого века. Психология, то есть ментальность, согласно которой количество пехоты имеет какое-то значение. В прошлые войны оно имело значение, но в современных войнах не имеет. Конечно, если у вас нету высоких технологий, то тогда да, вы оказываетесь в равных условиях и побеждает тот, у кого больше людей. Но если у вас больше высоких технологий, а у противника больше вот того самого драмового, штурмового мяса, то противник проигрывает. И это то, что мы видим как раз в последние недели, когда даже при авиационном преимуществе, при артиллерийском преимуществе, при человеческом преимуществе России практически не удается продвигаться больше, чем на несколько сотен метров в день в среднем. И то на самых активных и на самых удобных для нее участках. Спасибо, что остаетесь с нами. Вы можете поддержать нас через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube в виде кнопки с сердечком под каждым нашим видео. Большое спасибо всем, кто помогает, потому что ваша помощь непосредственно помогает нам работать дальше, друзья. Мира и здоровья вам и до скорого! Мира и здоровья